Как понять, что тебе пишет нарцисс? Мы сейчас очень много общаемся через переписку. Собственно, часто люди знакомятся в интернете. И сегодня мы с вами обсудим то, на что стоит обратить внимание, чтобы уже по переписке, еще даже не встречаясь с человеком, заподозрить, что, возможно, этот человек является носителем нарциссических черт личности. То есть это такой человек, который предлагает вам такое общение, которое точно нужно ему, но очень сомнительно, что это нужно вам. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами говорим о том, на что стоит обратить внимание в переписке с другим человеком, чтобы определить, что у него есть нарциссические черты личности. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы начинаем. Итак, для начала давайте вспомним, как устроен вообще контакт с нарциссом, какие фазы есть в этом цикле контакта. Первая фаза – это фаза идеализации или лавбомбинга. Это когда появляется нарцисс в вашей жизни, и он начинает вами восхищаться, он засыпает вас какими-то комплиментами, знаками внимания. Так это и называется – лавбомбинг. То есть это какие-то слова любви, которыми он вас бомбардирует. То есть очень много вы этого получаете. Основная цель здесь такая, что он получает, во-первых, удовольствие от вашего восхищения, потому что когда ты восхищаешься другим человеком, ты от него получаешь приятный такой отклик. То есть я тебе говорю комплименты, тебе приятно, и ты на меня смотришь такими влюбленными глазами или благодарными. Это тут, собственно, по-своему по себе нарциссу приятно. Плюс он формирует эмоциональную связь. Вторая фаза – это фаза обесценивания. То есть его поведение меняется. И если вчера еще он вам написывал и сам вас, так сказать, бомбардировал своим вниманием, то здесь он как-то становится таким нарочито холодным. Вроде бы вас как-то немножко так вот как будто бы избегает. И когда вы ему пишете «Эй, привет, ты чего мне не пишешь?» Он вам пишет какие-то такие обесценивающие вещи, что типа «Я сейчас занят, давай потом». В общем, мне это не очень важно, что ты сейчас пишешь. Мне сейчас важно заниматься какими-то своими делами. Если эмоциональная связь на первой фазе была достаточно сильная, развита, то вы начинаете как будто бы за ним вроде как бегать, что ли. Ему это приятно, ощущать, что вот он вас как будто бы немножко так отвергает, но при этом все-таки держит на каком-то коротком поводке, а вы находитесь где-то вот в его орбите. Он получает здесь нарциссический ресурс, то есть то, что ему важно для чувствования своей такой устойчивости, через то, что он понимает, что вы за ним бегаете. То есть он как будто бы более важный в этих отношениях. И третья фаза – это фаза отказа или утилизации. Это ситуация, когда он просто куда-то пропадает, так сказать, уходит из этих отношений с высоко поднятой головой и чувствует, что, во-первых, я как бы отверг, а они меня отвергли. То есть это уже как бы показывает, насколько я ценный. Во-вторых, нарцисс примерно к этому моменту понимает, что в этих отношениях ничего вообще хорошего, продуктивного, здорового невозможно, потому что он не может ничего такого дать. И, соответственно, он уходит из этих отношений, пока они еще, знаете, вот в такой фазе, когда меня как-то ценят, другой человек еще пытается как-то прояснить отношения, он ищет со мной связи. Соответственно, я из этих отношений ухожу и ищу себе следующего какого-то человека для построения следующих отношений. То есть вот три фазы – это идеализация или лавбомбинг, обесценивание или девальвация и отказ или утилизация. Соответственно, что вы можете получать в виде переписки от нарцисса в разные эти фазы. Значит, на первой фазе, во время лавбомбинга, он будет писать вам много таких комплиментов, много каких-то приятных вещей, будет вам писать какие-то вещи приятные по поводу вас, вещи, в принципе, романтические какие-то приятные. Он может вам присылать какие-то коротенькие видео такие, ну, мимимишные. То есть он будет вам давать очень много, знаете, такого вот романтического такого счастья и киселя, чтобы сформировать эту эмоциональную связь. Важная вещь, на которую стоит обратить внимание, что он это делает совершенно не, как бы, выдерживая никаких границ. То есть он может написать вам ночью, хотя вы как бы с ним еще не так близко знакомы. Он может вам написать, когда вы, скажем, на работе находитесь, хотя он знает, что у вас работа, он может вам писать, когда вам неудобно. И если вы вдруг пытаетесь как-то границы свои выставить, он, это очень ему важно, это пресечь, он сразу начинает обижаться. То есть, если вы говорите, послушай, не пиши мне, пожалуйста, по ночам, он начинает обижаться, говорит, ну как, я же тебе пишу, я тебе такие приятные вещи говорю, как ты можешь мне вообще отказывать. То есть, таким образом он старается вот не позволить вам выстраивать границы. Второй тип сообщений, это сообщения, связанные со своими какими-то страданиями, переживаниями, характерно в частности для скрытого нарцисса. Это скрытый нарцисс, это человек, который старается получить ваше внимание, представь перед вами в роли жертвы человека, которому судьба оказалась несправедливой, и все так тяжело, никто меня не понимает, ни начальник, ни родственники, никто. И только ты, возможно, будешь слушать о моих каких-то страданиях и переживаниях. У меня есть небольшая надежда, что ты, возможно, меня поймешь, хотя я смотрю, что ты тоже недостаточно понятливая в этом плане, недостаточно, так сказать, сопереживающая, сочувственная. То есть, понимаете, позиция такого нытика, жалобщика и страдальщика. То есть, вы можете получать сообщение, где он как будто бы приглашает вас пообсуждать, как у него все плохо. Например, он говорит, послушай, как у тебя дела? Вы говорите, нормально. Он говорит, да, а у меня, например, нога разболелась, я вчера ходил там в какой-то небольшой поход, и там как-то вот, видать, сухожилие себе разработал. Начинается дальше такой разговор о том, как я страдаю, как у меня что-то там болит, какие-то у меня, не знаю, переживания, какие-то проблемы. Опять же, если на первой фазе, на фазе вот этой идеализации или лав-бомбинга у вас сформировалась эмоциональная привязанность к человеку, ну, что, в принципе, нормально для здоровых отношений, у вас формируется эмоциональная привязанность, вы же не знаете, что это нарцисс. И вот он начинает вам говорить о том, что у него там что-то, он, не знаю, простудился, не знаю, что-то там, натер себе ногу, там еще какие-то у него проблемы. Вы начинаете к этому относиться с сопереживанием, ну, с должным, так сказать, таким человеческим. А он это воспринимает как, соответственно, внимание, которое ему необходимо, и он начинает дальше, так сказать, доить вас на вот это вот, на нарциссический ресурс, на вот это вот сопереживание. И он может в такой ситуации, если у него как бы пару раз получилось, все чаще и чаще писать вам в основном с какими-то жалобами на несправедливую жизнь, на как бы здоровье, которое уже не такое, какое было раньше, ну и там прочие такие вот вопросы. Следующий тип сообщения, это сообщения, которые касаются каких-то планов о будущем, причем эти планы нереалистичные. Начинается, как правило, все с планов каких-то очень даже таких конкретных. Предположим, он начинает с вами говорить о том, как вы видите свою семью, как бы вы хотели вот, ну, в дальнейшем, о чем вы мечтаете. Ну, вы говорите, предположим, я хочу жить, например, с любимым мужчиной, и чтобы у нас было какое-то количество детей. И вот дальше он уже планирует, что, а что, если будет детей чуть больше, как ты к этому относишься? Или, а как ты относишься к тому, если, предположим, мы с тобой, например, будем вместе путешествовать? То есть полгода будем жить где-нибудь, там, не знаю, на югах, там, а полгода будем возвращаться? Или какие-то вот, или как ты относишься к тому, чтобы, не знаю, там, начать строить дом, и в этом доме, чтобы мы жили вместе с детьми, там, вместе работали? То есть он начинает с какие-то планы, которые как будто бы вроде бы, ну, выходят из тех планов, о которых каких-то реалистичных, о которых можно говорить сейчас, но сейчас при этом ничего не делается, никаких действий сейчас нет, и он сразу как будто бы выходит очень далеко и строит, ну, это называется, воздушные замки. Вы в какой-то момент можете себя обнаружить в такой ситуации, что вы с человеком переписываетесь по поводу каких-то планов, ну, до которых еще очень-очень далеко, а вы их обсуждаете как что-то реалистичное. При этом у вас совершенно не прояснены ваши отношения сейчас, то есть вы вообще в каких отношениях, что вы планируете дальше делать, планируете ли вы там съезжаться, или я не знаю вообще, как он к вам относится. Все это не прояснено, но вот он вам рассказывает про эти такие, как правило, очень, знаете, такие вкусные планы о будущем. Надо же понимать, что у нарциссов часто еще язык подвешен, они такие харизматичные, может еще как бы просчитать, что вы хотите услышать и сказать это вот. И вот вы как бы находитесь в этих фантазиях своих. Зачем ему это нужно? Потому что пока вы думаете о его вот этих вот каких-то, вот разделяете с ним эти планы, ну, такие эфемерные, о чем-то таком нереалистичном, вы не строите реальных планов. Пока вы не строите реальных планов, то вы получаетесь в изоляции, вы находитесь с этим человеком в переписке, в планировании чего-то такого не существующего, и, соответственно, у вас нет другой жизни. Он становится для вас очень важным человеком, что для нарциссов очень важно, потому что вот конкретно с ним вы можете фантазировать и мечтать, а в реальной жизни вы никаких планов не строите. Еще один тип сообщений, с которым вы можете столкнуться, это ситуация, когда он куда-то пропадает, и из вот всего того объема сообщений, которые были на первом этапе, на этапе лавбомбинга, вы получаете просто ничего. То есть он сидит в онлайне, вы видите постоянно этот значок, что он в онлайне, он вам время и время не ставит лайки, он может вам как-то написать вдруг с бухты барахты доброе утро или спокойной ночи, но так он куда-то вот пропал. Когда вы ему пишете, он не читает сообщения, причем в какой-то момент вам кажется, что это какая-то игра, и он специально очень долго не читает сообщения. То есть все это называется такой манипуляцией, как густинг, слово ghost, проведение. Он как будто бы существует, но как будто бы его и нет. Это фаза обесценивания или начало фазы утилизации, ситуация, когда он начинает как будто бы пропадать. И самая важная вещь, которую он здесь получает, это когда вы начинаете стучаться к нему. То есть вы начинаете ему писать, он чувствует, что вы как будто бы в недоумении, почему такое поведение вдруг с чего началось. Вы начинаете ему писать, вы начинаете его тоже как-то лайкать, пытаетесь его как-то вернуть в контакт, А он вот так вот уходит, уходит. В этой ситуации он чувствует себя так, как будто бы вот она за мной бегает, вот она же мне там пишет, она же как-то хочет со мной общения, а я как будто бы такой вот гордый и так вот удаляюсь, и я такой важный, пусть бегает за мной. Но не всегда все так прям хитроумно сплетено бывает, что нарцисс прибегает к таким достаточно грубым манипуляциям. Он как будто бы начинает переписку с того, что фокус внимания обращает на вас, с тем, чтобы потом развернуть его на себя. Это сообщение может звучать так, что, послушай, тебе будет интересно или тебе будет важно узнать, кого из наших знакомых я сегодня увидел и что он мне сказал. Вы, если продолжаете этот разговор, то дальше он начинает говорить о том, о чем он говорил и что с ним происходило, и, собственно, вот вы уже разговариваете о нем. Или нарцисс может написать что-нибудь, послушай, я хочу тебя спросить, мне очень важно с тобой посоветоваться, как мне поступить. Вы думаете, ему очень важно со мной посоветоваться, то есть мы сейчас будем говорить о моем мнении и так далее, но нет. Значит, вы говорите, да, что тебя волнует, и он дальше, слушай, значит, у меня произошло вот то-то и то-то, и я дальше, и все. И он уже говорит о себе, и вы как будто бы начинаете его, ну вот обсуждать его какие-то там интересы. То есть, грубо говоря, ситуация, когда вроде бы как он показывает, что вы также важны в этом общении для него, но по факту потом у вас состоится такое субъективное ощущение, что говорили мы о нем, и важно это было ему, а мне это общение как будто бы вообще непонятно для чего. То есть, вроде как я в нем участвую, но с какой целью, мне непонятно. Собственно, это как раз таки та вещь, которая характеризует вообще переписку с нарциссом. Это если у вас развита рефлексия, то есть способность понимать, что вы чувствуете, способность понимать, что происходит с вами, то вот у вас всегда остается такой осадочек после такого общения, что вот я с человеком вроде как переписывалась, вроде бы может быть ничего такого я не заметил, какого-то оскорбления, какого-то недружественного какого-то отношения к себе, но потом такое чувство, что у меня внутри как будто бы кошки там нагадили. То есть, какое-то такое чувство, как будто бы что-то нехорошее произошло, что-то произошло против моих интересов, как будто бы меня использовали, как будто бы я вот с человеком пообщалась, и в результате чувствую себя хуже, чем в начале этого общения. А ведь общаться с людьми нужно для того, чтобы в результате ты чувствовал себя лучше после этого общения, а не хуже. Поэтому сейчас тест на развитость рефлексии, то есть способности чувствовать себя. Напишите в комментариях под этим видео, что вы чувствуете, когда участвуете в переписке с нарциссом. То есть, когда вы понимаете, что этот человек вам пишет, и потом понимаете, может быть, ретроспективно, что это человек был нарциссом, что вы в этот момент чувствовали? Как вы вот, на какие эмоции вы можете опираться, на что вам важно обращать внимание в своем эмоциональном состоянии, в изменении своего эмоционального состояния, чтобы заподозрить, что человек, который вам пишет, это человек с нарциссическими чертами. Если вам эта тема интересна и видео понравилось, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.